Что ж, всех с восвращением. У меня такой быстрый вопрос. А кто помнит наш проект СССР за год? А вот фиг тебе, мы не репетировали. А кто помнит, кто его, как это, закончил на первом месте? И кто не помнит? А это вот он, между прочим, похлопайте ему. Поэтому надо призу на экран вывести, и не будем больше у Юры отнимать время. Юра, жги! Да, всем привет, ребят. Точно только ребят. Ань, ты своя, ты не считаешься. Блин, серьезно? Ну, ребят, всем привет, да. Меня зовут Юрий Дышлевой, можно просто Юра. На самом деле, как бы у меня крайне сложная должность. Позитив любит этим заниматься. Я просто инженер. Как сказал Саша, мы когда-то, когда-то я поучаствовал в таком замечательном проекте от LimpiApa, который называется «Сеи за год». И следом за ним я сдал шайбу, собственно говоря, получил свой заветный номер. У меня за плечами есть довольно-таки большие проекты. Прям вот я вот уверен, каждый из вас, вот вообще в каждой из вас комнате, вот этими сетями пользовался. То есть результатом моей работы, скажем так, каждый из вас точно как-то когда-то обращался к этой структуре, когда-то, в общем-то, этой сеткой передачи данных точно вы ее использовали. Кто-то может сказать, что я уложил, получается, ликингом памяти, там, ну, не знаю, там, в OSPF где-нибудь и получил ребут маршрутизатора, коммутатора, подставьте все, что угодно. У меня была интересная история, когда я поймал ребут коммутатора из-за того, что у него была проблема в коде, не поверите, блока питания. Я все это делал. Ну, Эксус, там, фабрика EPMXLAN как бы перегружалась. Ну, в общем, я к чему? Я ни разу не файрвалист, вот, но так получилось, что я написал техническое задание для аппаратной платформы PTN-ГФВ, вот, и по большому счету вот те коробочки, которые мы сейчас с вами показываем, мы вам показывали вот там за стеной и коробочки, которые, в общем-то, мы вам показывали на картинке, которые большие. Ну, в общем-то, это мое творчество, поэтому вроде как я что-то даже могу рассказать про все-таки по PTN-ГФВ. Если коротко, то недавно был подкаст с ребятами, опять же, с линками Апа, вот, и мы там в какой-то момент нам уже в чатик писали, ребята, хватит, сколько уже можно трындеть. Вот, это было прямо в чатике. И мы там крайне подробно обсудили вообще проблему, почему на тазике нельзя сделать быстрый межсетевой экран и даже местами быстрый роутинг там и все такое. Я крайне рекомендую, если вам эта тема интересна, открыть, ну, этот QR-код, ну, или просто заглянуть там в последние релизы линк-метаповских, собственно говоря, посиделок, скажем так, да, и послушать, ну, мы реально два часа трендим там вот эти вот самые проблемы. Но все-таки коротко давайте я вам расскажу так. Вот смотрите, получили мы пакетик на входе, надо его пересобрать. То есть делаем буфер, копируем. Получили мы пакетик ГРЕшный, на входе надо его пересобрать, там создали буфер, копируем. Получили мы на входе какую-нибудь историю там с реордингом TCP пакетов, его надо как-то пересобрать. Естественно, Linux открывает новый буфер. Естественно, как бы Linux пытается все это дело собрать. Proz занимается вот этим безделием. Вот. Ну и так далее. То есть мы копируем, 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 копируем. Ну и поэтому в какой-то момент Proz насыщается, собственно, вот этими проблемами, связанными с тем, что как бы на вот эти вот технологические циклы тратятся такты. Вот. И в какой-то момент вы по большому счету перестаете расти, а сколько бы вы не вдули дополнительных ядер. Вот это есть основная проблема, которую раньше решали как. Давайте я небольшую тоже историческую справку сделаю по этому поводу. То есть вот эта вот история, что, ну, я, честно говоря, сам был привержен, что только ASIC и только hardware может решить трушный фаер. И как это выглядело? Ну, то есть вот типичное строение межсетевого экрана на схеме, ну, скажем, такой высокоуровневой. Ну, то есть выглядит это следующим образом. То есть у нас где-то на входе есть сетевые карточки. Может быть, это даже сетевая карточка, не алтришная, просто какой-то коммутатор, который терминирует. Это на самом деле с какой-то осашки, я не помню, схему взял, но не принципиально. Здесь вы видите всякое. Криптовая плесина, IPS-ная плесина. Получается какая-то MPU-шка, какая-то CPU-шка, которая уже решает более высокоуровневые задачи, фактически вам формирует из железяки то, что мы называем NGPV. Ну, вот, в общем, типичная история, как наши, ну, наверное, деды уже сильно сложно сказать, наверное, неправильно будет сказать, но, тем не менее, как-то решали раньше. И вот у нас на самом деле появилась следующая история. Где-то году, так это в 2008, Денис меня сейчас если что поправит, Палальто пришла и сказала, я сделал NGPV, да? Вот. Как оно-то сделано? Ну, то есть понятно, что, во-первых, NGPV – это история про то, что вот мы умеем оперировать не портом, адресом и five-tubble, а мы можем прямо оперировать приложением и пользователем, вот это вот то, что первое было сделано. А во-вторых, это история про то, что, ну, смотрите, вот у нас вот есть юзерспейс, из-за которого весь сырбор, у нас есть кернелспейс. И вот постоянно вот эти переключения идут туда-сюда, ну, то есть вот эти вот операции, контекст свитчин, которые тоже не менее затратны, на самом деле, чем копирование. То есть вот эти вот такты процессора на переключение между юзерспейсом и кернелспейсом – это тоже история про то, что мы очень много времени, непроцессорного времени тратим на то, чтобы, ну, не передавать трафик, а делать какие-то служебные операции. И идея с тем, чтобы засунуть юзерспейсный аппликейшн в кернел, она вполне себе нормальная на самом деле. И вот, ну, почему опять же Palo Alto? То есть, ну, потому что как бы они первые, одни из первых, вот кто это сделал, кто это сделал в Firewall, ну, просто как хороший пример. Ну, тем не менее, они все равно там продолжали использовать и продолжают использовать FPGA-шные и ASIC-овские ускорители. Но в чем проблема, ребят? И да, может, какие-нибудь есть. Вот. Ну, то есть вот, да, вот мы взяли, перенесли все это в кернел. Какие нас сложности подраз... как бы под... предостерегает там и, в общем-то, ожидают, в общем-то, с таким подходом. Ну, во-первых, что будет, если кернел упадет? Понятно, что крэшится вся коробка. Раз. Второе, что будет, если вышел новый патч на, собственно, ядро от уважаемого Linux, Linux-Otorvald, или же, например, от уважаемого сообщества, которое, в общем-то, этот патч выпустил. Вы такие берете, в общем-то, смотрите, а что же там такого нового в этом новом билде, в общем-то, такого хорошего завезли, вот этого завозите или не завозите, тратите огромное количество времени, тратите огромное количество ресурсов на то, чтобы адаптировать все это дело в вашу новоявленную структуру приложухи и, в общем-то, получаете результат. Да, это работает, но это дорого на сегодняшний день. И если все-таки уже прийти к тому, как пошел ПТ, позитив, в общем-то, при разработке своего межсетевого экрана, софтверного, на самом деле, но с большими нюансами. Об этих больших нюансах мы как раз-таки разговаривали на нашей встрече с ребятами из LimpMeUp. Вот я еще раз обращаю ваше внимание на то, что там, если вдруг интересно, там все в подробностях рассказано. Значит, мы взяли, ну не то чтобы готовое решение, хотя местами, конечно, готовое решение. То есть когда-то по этому пути также прошел и Juniper. Мы взяли 3BSD-шный стэк, TCP-IP-шный, и на базе него мы нарисовали собственную реализацию TCP-IP-шного стэка, при реализации которого, собственно, разработчики использовали принцип зерокопии, минимизировали от этого количество простоя процессора на вот эти вот технологические операции переброса данных из одной области памяти в другую область памяти и получили вот то, что вот сейчас вот можно посмотреть в виде ПТН-ГФВ в соседней комнате. Так вот, как это работает? Почему, собственно, история с, получается, как будто бы софтвердным фаерволом, это все-таки оговорка. То есть разработчики используют вполне себе конечный список сетевых карточек, на которых в теории вообще возможно, ну и на практике впоследствии, конечно же, возможно запустить Intel DPDK. То есть это первая история, где получается акселерация. Раз. Да. Следующая часть, которая, в общем-то, нам позволяет сильно ускориться, это, например, технология Intel DMA. То есть мы активно используем вот эти вот huge page Linux, которые большие объемы, блоки памяти, представляют из себя большого объема блоки памяти. и, собственно, копируя прямо из карточки, минуя как бы технологический вот этот процесс переноса процессором данных из одного места в другое место, то есть сама карта записывает оперативную память. Вот первая история про то, как это можно заакселерировать. Дальше, собственно, возвращаемся к сетевой карточке. Вот это вот замечательное там трехбуквенное сочетание RSS очередь, это та история про то, чтобы прямо, чтобы сама карта разбалансировала нагрузку на многоядерный проц. То есть фактически разработчики ПТНГФВ научились очень эффективно использовать многоядерные процы и, соответственно, получать достаточно огромные результаты. Чуть попозже про цифры я расскажу. Но есть одна небольшая проблема. Одна небольшая проблема заключается вот во всяких вот этих вот ГРЕшных историях. В чем проблема? Потому что мы, ну, как бы не видим, в общем-то, местами мы не видим, что там находится за ГРЕшным заголовком. Ну, по понятной причине он там сокрыт, в общем-то. И вот так бывает, что, в общем-то, берется вот этот самый ГРЕшный и он балансится, ну, там, что называется, поляризуется на одно единственное ядро. И вот это вот как бы проблема, которую мы решили при помощи еще одного воркера, который называется балансер, который вот занимается тем, что вот этот корнер-кейс решает в том числе. И вот это вот получается прослойка в виде различных всевозможных программно-аппаратных ухищрений по большому счету делает софтовый ПРО, который мы сейчас увидим. Видим вот уже в законченном железе. И с точки зрения железа получается на самом деле весьма нетипичная ситуация. Ну, то есть смотрите, вот у нас есть хороший СОП отечественный, да? У нас есть хорошие разработчики, разработчики отечественные. У нас есть заказчики, тоже отечественные. Платформа нужна, ребят, да? Вот. И тут у нас по силе очень интересная история. То есть, казалось бы, у нас есть производитель А отечественный, есть производитель К, есть производитель Я, и еще много-много ребят, которые занимаются на рынке, ну, собственно, железяками, x86-ыми. Но вот они привезли нам, и у меня возникает к ним вопрос, какого черта изолента не синяя? Они привозят другую коробку. У меня возникает вопрос. Это вообще что? Дальше я беру как бы вот эти вот все вот эти вот вещи замечательные, от которых вот глаза на лоб лезут и удивляются, блин, а как вообще так бывает? И получается, что неожиданно, да? Вот неожиданно, да? Ну, то есть, казалось бы, что могло пойти не так? Вот. И, собственно, так получилось, что, к сожалению, в общем-то, не удалось здесь срезать углы, и, в общем-то, позитив был вынужден пойти в истории того, чтобы купить документацию на железке и стать, ну, еще одним железным вендором на рынке России. То есть, по факту, вот прямо сейчас открываем, как это называется, вот это реестр EAS железяк, и вы там увидите позитивный firewall маленький, позитивный firewall большой. Это уже прям случившийся факт. Позитив является вендором, ну, как и я, отечественным. Позитив является еще одним вендором железа, который, в общем-то, заказчикам тестируется, предоставляется, оказывается соответствующий сервис. Мы надеемся, что, конечно, заказчик, который будет покупать это железо, как бы не останется на рынке один, будет обращаться к нам как сервис единого окна и получать ровным счетом тот же самый сервис, который раньше у него был, когда он являлся клиентом, не знаю, любой компании западной, там, Джуни Перциска, Фортинет, там, и так далее, по списку, кому что больше нравится. И получилось вот что. То есть, мы, ну, не то чтобы широкую линейку, но тем не менее, как бы, от маленькой коробочки, которая прям совершенно безвентиляторной, но полностью алюминиевой, это еще одна хохма, на самом деле. Мы когда пришли к ребятам, которые умеют промышленный дизайн, и тут отдельный спойлер, что промышленный дизайн, это не то, как выглядит коробка, не столько, как выглядит коробка, сколько, как про то, как, в общем-то, коробка охлаждается, про то, как это все удобно управляется. Все же помнят еще Мемас про то, как патчкорд перезагружал кому-то Тарциску. Вот. Это про это. Значит, средненькая коробочка, которая тоже, так же, как и маленькая, сделана на энергоэффективном интелатоме, и вот самая тяжелая история про то, что мы можем выжать из этого всего хозяйства вместе с тем железом, который мы запросили, вместе с тем софтом, который мы реализовали, вот эту картинку. Ну, простите, ребята, без маркетинга все-таки не мог, меня бы просто так не отпустили. То есть от мелкого получается, ну, давайте просто возьмем самые сложные цифры под IPS, от мелкого 900-мегабитного межсистемового экрана мы заканчиваем тяжелым, содовским, 60-гигабитным файером, и нам, конечно же, не верят. Ну, потому что вроде как на софтовом межсистемовом экране такие вещи недостижимы, поэтому мы что берем? Мы, во-первых, как бы уже вышли в историю с тем, чтобы всячески спилотироваться с первыми заказчиками, которые там готовы идти с нами в эту историю, и уже даже есть соответствующие отзывы на рынке. Если не верите мне, сходите, пожалуйста, к ребятам из ЖТА, они уже тоже нас протестировали по своей методологии, о которой они рассказывают там внизу, насколько я помню, на стенде. У них есть цифры, у них есть, я уверен, графики и так далее. Но давайте все-таки вернемся к тому, как мы пытаемся рассказать о том, на что способен ПТНГФВ межсистевой экран. Во-первых, в прошлом году вышла наконец-то уже 94.11 РФС-шка. Называется методология тестирования security устройств. Вроде бы как межсистевой экран подходит под эту категорию, и в общем-то мы ее используем в качестве как бы источника для вдохновения, что называется. Это первая часть. То есть там написано прям реально, как это делать. Что еще мы взяли в качестве основы? Мы еще взяли за основу вот именно вот этот и микс профиль трафика, и показываем вот этот профиль трафика в качестве итогового результата по вот этому перформансу. То есть условно те цифры 60 гигабит в секунду или 900 мегабит для мелкой это вот на вот этом профиле. Там средняя длина пакета 510-520 байт. И мы считаем, что вот таким образом заказчик более что ли точно сможет подбирать железяку под свои потребности, но при этом как бы, ребят, тесты никто не отменял. Пожалуйста, забирайте, пожалуйста, смотрите, смотрите, как у вас там все это дело происходит. Вот. И по факту вашей сетепередачи данных на ваши нагрузки, на вашем профиле трафика и так далее, и тому подобное. Мы через некоторое время еще, надеюсь, выпустим вебинарчик о том, почему нельзя верить дата-шифтам, даже позитивостным дата-шифтам, вот, и почему все-таки это нужно тестировать. Возвращаясь, что мы делаем дополнительно для того, чтобы показать, ну, все-таки качественный результат, это вот как то, например, 10 тысяч политик для младших платформ, показать, что не падает между экран производительностью под этим количеством, и 100 тысяч для старших платформ, для того, чтобы не точно, наверное, для большей части заказчиков угодить, что называется. И вот про последний пункт мне хотелось бы остановиться подробнее. То есть, перед тем, как остановимся поподробнее, мне хочется рассказать еще чуть-чуть буквально про архитектуру аппаратной платформы, но в каком ключе, в том ключе, что, ребят, вы здесь не найдете ничего уникального, никаких ASIC-ов там и так далее. Смотрите, младшая коробка, проц, карточка, SSD, оперативная память. Все. Старшая коробка, второй проц, второй блок рама, второй блок сетевых карточек, которые просто-напросто мапятся на второй сетевых. Все. Ничего такого. Единственное, что уникальное будет с точки зрения аппаратки в ПТНГХВ, это аппаратный модуль доверенной загрузки, который требует стэк, в случае, если вам нужен стэк, для того, чтобы вы получили сертифицированный межский экран. Все остальное, это суперкомодити на современных Gen4-х Intel Scalabell, которые выдают потрясающий результат, который вы можете там, условно, протестировать у себя и убедиться, что все в порядке. Мне очень нравится история сравнения архитектуры софта ПТНГХВ с шассийными коробочками. Многие могут похвастаться, что мой шеститоник прожил 10 лет. Кто-то может похвастаться, что мой шеститоник прожил 15 лет. В общем-то, и в аптайме я имею в виду. И, конечно, с одной стороны, позитив сейчас не может это доказать, потому что коробок-то как бы они вот-вот только еще вот прям со своими сережками пекутся, что называется. Но мы смотрим в эту историю в каком ключе. То есть помните, как вот в шеститонике были там разделения на датаплейн интерфейса. Ну и, собственно говоря, сам датаплейн передачи и форвардинг трафика. Так и… Прям спецэффекты разные. Ну ладно. Так и, в общем-то, в ПТНГХВ есть пригваздивание, что ли, или как это называется, прибитие как бы ролей ядер на ту или иную задачу. Ну то есть вот условно 10.50 коробочка, то есть средненько, которая там следующая идущая. Вот у нас есть ядра, которые за датаплейн отвечают за форвардинг трафика. Есть ядро, который отвечает за контролплейн. То есть, как я подключусь по SSH, как я получу телеметрию железяки, как я получу лог, вот это вот оно им занимается. И здесь есть прикольный спецэффект, который называется, вот вы включите, пожалуйста, все логи, когда вы будете тестировать коробку. Коробка вот не чихнет абсолютно. Вот она сколько передавала по датаплейну, сколько она может с оставшимися 15 ядрами. Вот она и дальше будет это делать. Как получилось? Ребят, нужно help. Как получилось так? Вот это мы еще ни разу не показывали, кстати, на публику. Как получилось так, что есть цифра 60, и там, например, есть цифра 160, если мы отключим IPS. Смотрите, вот пришел пакет в DPDK. Он, в общем-то, отдан в, получается, оперативу DMI при помощи DMA, Intel DMA-фичи. В общем-то, он там распарсился, в общем-то, он там разложился в оперативной памяти на компоненты, которые уже без копирования могут быть считаны вплоть до одновременного доступа IPS-ам, антивирусам, URL-ам и вообще все, что мы сверху там прикладываем. Мы не занимаемся перебросом пакета из одного движка в другой. Мы предоставляем движкам уже готовый инструмент, готовые данные, для того, чтобы они могли, ну, не разрешили разработчикам сказать, параллельно отработать всю эту историю, но, тем не менее, максимально, что ли, быстро, без лишних, как бы, телодвижений сделать эту историю и, собственно, предоставить вам функционал железяки, ну, с точки зрения IPS-а лучше и шире, чем у суриката. Найдите в сурикате, например, возможность работы с разными контекстами. Ну, контексты, это как на Сашке контекст или на Фортинете Видон. Самое простое объяснение, которое говорит, что есть такой контекст с точки зрения по ТНГФ. Не найдете. Найдите в сурикате с точки зрения, какую-нибудь фичу с точки зрения профилирования IPS-сигнатур. Ну, условно, мне нравится мне, что вот эта сигнатура сегодня там дропает. Хочу, чтобы она разрешала трафик для того, чтобы, не знаю, организовать ханипот какой-нибудь. Вот. По ТНГФ это уже умеет. В теории можно обойти первое на сурикате, обойти второе на сурикате, но тогда мы упираемся в производительность, в общем-то, вот этого, ну, на самом деле, хорошего-то инструмента. То есть, как бы, с точки зрения, как бы, там, того вклада, который суриката принесла в сообщество, ну, как бы, мое почтение, что называется. Следующая история это магия фильтрации. То есть, как так получается, что, собственно, Firewall, несмотря на то, что у него 100 тысяч правил, не просаживается по датаплейну. На самом деле, вот эта часть, которую разработчики потратили времени еще больше, чем на написание своего, собственно, IPS-движка, и выглядит это следующим образом. Вот, условно, вот у вас есть квалификаторы Source-адрес, там, Source-порт, Destination-адрес, Destination-порт, там, и так далее, и тому подобное. В чем магия фильтрации? Она заключается в том, что под каждый квалификатор разработчики PT-NGFV взяли свой собственный алгоритм. Ну, то есть, условно, например, для алгоритма поиска IP-адреса подходит лучше всего Long Express Match. Логично, да? С точки зрения как бы поиска номера правильного порта, ну, там особо там придумывать не надо, возьми самое что-нибудь простое, да хоть пузырек, ну, пузырек, конечно, медленно будет работать, но тем не менее, да? Вот. И вот это все, в общем, после там результата анализа сваливается, ну, в свалочку. Сложили в свалочку, и сейчас скажу, для чего она нужна. Сложили в свалочку, получили, конечно, результаты, после того, как сложили в свалочку, мы вот уже можем там, не знаю, дропнуть, разрешить пакет или что-то там еще с ним сделать. Зачем нужна вот эта промежуточная история? Помните еще раз, мы не хотим лишний раз копировать для того, чтобы не заставлять проц ходить лишний раз в оперативную память, копировать что-то оттуда, вставлять что-то оттуда, там, и так далее, и тому подобное. Зачем нужна вот эта сложность, зачем нужна вот эта промежуточная история? А помните, что Firewall иногда хочет расшифровывать трафик и потом последствии посмотреть еще раз IPS-ом, а вдруг в этом расшифрованном трафике находилась какая-нибудь история с Bittrex, например, да? И вот для того, чтобы лишний раз не гонять туда, собственно говоря, вот за вот этим вот конвейером, который в самом начале на предыдущем слайде я вам показывал, Firewall, ну, если хотите, опять же, это немножко неправильно, но тем не менее, разработчики попросили так именно сказать, кэширует, в общем-то, потенциальные правила, которые могут дополнительно под этот поток попасть. Ну, вот условно я расшифровал, прогнал повторно IPS-ом, например, прогнал повторно ее литрацией, и таким образом мы решили задачу того, чтобы вот на повторной вот этой реализации, повторной перепрогоне трафика мы сделали это максимально так же быстро, без дополнительных затрат. И, пожалуй, последнее из интересного, чего делали, нам как-то пришел партнер и принес вот эту вот замечательную зарубежную железяку. Это про эффективность. Железяка довольно-таки в старом железе реализована. Да, я контролирую время. Железяка реализована довольно-таки в старом железе, но тем не менее, как бы мы взяли и закинули туда свой софт и получили, что на этой конкретной коробочке мы можем получить 11,5 гигабит в секунду, ну, как раз с IPS, всеми этими вещами и так далее и тому подобное. Ну, то есть мы как бы не будем все это дело в продукты впускать, но эксперимент, что называется, очень интересный. Оставляю достаточно много времени на то, чтобы вы могли вот этот QR-класс читать, если кому интересно. Я попытался структурировать презентацию таким образом, что разные блоки этой презентации вы могли бы посмотреть в деталях, как мы разрабатываем по ТНГФТВ. Ну, то есть, условно, там на ютубике вот этот проект ТНГФТВ за стеклом, там мы рассказываем, там в самой первой истории мы рассказываем о том, как мы строим движок форвардинга и фильтрации. Получается, я там рассказывал про то, как мы страдали при выборе своей аппаратной платформы. Вот эти картинки я, конечно, там не показывал, но вот вам обязательно решил поделиться, что называется. И, наконец, просили ругать, хвалить и оставлять свои отзывы. Пожалуйста. И, ну, вроде как, я уложился в тайминг, у меня даже есть возможность ответить на ваши вопросы. Ну, либо же пригласить вас за стенку, и мы с вами можем посмотреть, понажимать на межсетевой экран. За стенку. Это хорошо. Слушай, Юр, а я вот, может быть, прослушал, пока выходил, а что по НАТО и сигнатурам? Потому что чем больше за НАТО и сигнатурится, тем как бы по экспоненте. Это очень правильный вопрос, что называется. Но я вроде как на конференции про сетевиков. Вот, и вроде как про сетевиков. Подожди, подожди. Не все еще шестерку ввели, как бы НАТО это... Да, окей. С НАТО очень сложная, безусловная история, потому что вот как только 5tuple превращается из одного 5tuple в другой 5tuple, есть как бы проблема с тем, чтобы все это дело вернуть обратно на тот процесс, где это дело обрабатывалось. У нас очень интересный подход для того, чтобы обойти эту всю историю. Мы пытаемся подобрать... Ну, у нас это получается по факту. Пытаемся подобрать 5tuple последующий таким образом, чтобы его хэш сложился ровно так, как складывается хэш на входе в межсетевой экран. Надеюсь, не взорвал мозг, но это нам позволяет обойти корнер кейсы, из-за которых, в общем-то, нам приходится понимать, а что это такое вообще? Вот, за поток, в общем-то, дальше перебрасывать уже просто, как я понял, что это за поток на другое ядро, которое является ответственным за этот поток. Zero copy. И это вот в той коробочке, что вы привезли, уже работает. И это в той коробочке, которую мы привезли, перевезли, уже работает. Ну, а что с точки зрения сигнатур? Ну, еще раз, промежуточная вот эта свалочка из правил, в общем-то, если там нужно что-то дополнительно там перебдеть, то мы готовы. Отлично. Ваши вопросы? Руки. Кто? Что? Где? Смелее. Да ладно, неужели все настолько понятно? Так. А вы чуть раньше пообщались. Ну, сейчас, ну, с первым, там есть вопрос. Добрый день. А вот вы сказали, там, ну, 60 гигабит с IPS, а если с инспекцией, там, с ESL, соответственно. Если догрузить все это со всеми вот наворотами. Если догрузить все это TLS-декриптом, как правильно так ответить, чтобы потом конкуренты опять в чатике не бомбили. Мы понимаем, как мы скейлимся по TLS-декрипции, но у нас пока есть некоторые сложности с тем, как нагрузить межтеоэкран так, чтобы, в общем-то, не упал сам генератор. Вот в чем беда. Давайте так, я сейчас прям скажу, абсолютно не жалко этих цифр, на 15-ти гигабитной TLS-декрипции со всеми включенными вот этими модулями, которых я сейчас рассказывал, вот, ну, когда уже, получается, у нас падает генератор, в общем-то, Firewall потребляет всего лишь навсего 13 ядер. 15 гигабит TLS-декрипции со всеми включенными движками. Вот. Мы сейчас активно решаем историю с тем, чтобы там найти, в общем-то, генератор, который будет способен подать больше, чем 15. Вот как только у нас эта история сложится, мы обязательно расскажем как бы в деталях о том, как мы занимаемся еще историей, там, осталось декрипцией в нагрузке. Но пока все очень хорошо. Ну, да, действительно возникает вопрос, кому нужно больше, чем 15, потому что, смотрите, ну, все раздекритить мы не можем, ну, по понятным причинам есть там банковские транзакции, есть там транзакции, которые в целом, как бы, не могут быть раздекрипшен, там, из-за того, что все это пиннинг. Поэтому местами, возможно, вот этих 15 гигабит и вполне себе хватит, в общем-то, но тем не менее, как бы, мы в любом случае прощупываем наш верхний порог, и мы точно понимаем, что там есть хороший запас на то, чтобы сделать прям хорошую цифру. Юрий, привет, Роман. Вот мы с тобой болтали. вживую увиделись, наконец. Вопрос, что насчет дополнительных каких-то сервисов, которые обычно вешают на НГФВ? Fairwall, динамическая маршрутизация, прокси, прозрачный, непрозрачный и так далее и тому подобное. Вот, как бы, с чего бы начать, на самом деле, то есть, ну, давайте, допустим, про роутинг, мне кажется, даже местами это будет интересно, то есть, как мы это решили в том числе. То есть, ну, вот там, опять же, там, в зависимости от чатика, в общем-то, там говорят, что, типа, позитив разрабатывает все свое, вот эта вся история там и так далее и тому подобное. Да мы не стесняемся open source. Ну, ребят, ну, если писать сейчас SSH сервер, ну, это как бы странная история, поэтому мы как берем, мы там, где можно, без потери качества, что называется, срезать углы, мы там используем open source, у нас под капотом FRR, мы это абсолютно не скрываем. Это нам дает возможность относительно быстро доставлять фичи, то есть, у нас уже готов к SPF и взаимодействие по FRR на API с ним, уже готов к BGP взаимодействия с FRR по API с ним и так далее и тому подобное. Что касается каких-то дополнительных вещей, разработка придерживается принцип. Если это можно срезать, то, пожалуйста, вот мы остаемся в kernel. Если это срезать нельзя, то мы обеспечиваемся в dpdk, пишем свое, как, например, антивирус, да, вот, и в зависимости от того, что нам нужно, прикручиваем, в общем-то, все это дело, ну, вот, либо в kernel, либо в, получается, user space. Я хотел бы еще одну, пожалуй, историю привести, то есть, ну, опять же, по то, что мы не стесняемся говорить о том, как все это реализовано. Вот, например, синхронизация, получается, состояние TCP-сессии в кластере у нас также происходит в kernel. В этом нет ничего абсолютно страшного, потому что наши первые тесты показали, что 40-гигабитный firewall синхронизирует себя, ну, в пределах кластера на скорости всего лишь, навсего 60 мегабит. Там до гигабитного интерфейса еще долго идти и так далее и тому подобное. Там с точки зрения, как бы, упереться в, например, MPPS и по линуксовому стеку еще долго и так далее и тому подобное. Поэтому мы не стесняемся того, что мы используем как бы некоторые законченные решения для того, чтобы закончить разработку без потери качества. Ну, вот такой ответ, наверное, расширенный. Надеюсь, там никого не утомил. Нет. Ну, и давай, последний вопрос нам пришел в онлайне. У нас же трансляция существует. Кстати, если кто не заметил, всем, кто купил билеты, мы вчера отправили доступ и сможете записи посмотреть. Возможно, уже даже сегодня. В общем, спрашивают. Это что, НГФВ теперь будет как софт продаваться? Прямо вот апплайенс у клиента может быть любой свой? Конечно. Мы берем КВМ, там кладем межсилу экран и работаем. Мы берем ESXi, туда кладем межсилу экран и работаем. Вот, пожалуйста, в качестве виртуальной машины без проблем мы все это дело доставляем. Отлично. Спасибо. Еще раз ваши аплодисменты. Юра буквально за стенкой весь день сегодня сидит, что-то рассказывает. Ждем вас буквально через пять минут на следующий доклад. Продолжение следует...